Я закончила церковое училище имени Михаила Николаевича Румянцева в карандаше. Случилось так, что моя личная жизнь очень близко связалась с благотворительным центром «Верю в чудо», который находится в городе Калининграде. Однажды я была на семинаре больничных клоунов, туда приехал мой будущий муж. Мы познакомились, и вот так я оказалась в городе Калининграде. Но живем мы в Москве, мы московское представительство. Почему вдруг Москва-Калининград? В Калининграде собираемся строить хоспис. Естественно, не просто так. Три человека собралось и сказали, а давайте, а че б нет. Все это шло издалека, долго. И я вот немножечко хочу рассказать вообще про «Верю в чудо» и как мы пришли вообще к идее хосписа, чтобы вы понимали, кто мы и что. Благотворительный детский волонтерский центр «Верю в чудо» — это не мы, правда. Начинался 10 лет назад в самом западном регионе России с самых обычных мероприятий. И как начинается, наверное, любой НКО, который помогает детям. Это были ярмарки, поздравление с днем рождения, городские мероприятия, потому что так или иначе тебя руководство твоего края, или там области, или города узнает, приглашает, доверяет, что тоже, конечно, очень приятно. Ежегодные акции новогодние, шахматные турниры благотворительные. А вот у нас есть прекрасные партнеры «Карамелькова», которые делают чудо-карамель своими руками и тем самым помогают нам и нашим подопечным деткам. То есть множество разных социальных активностей, и поэтому в городе нас знают. Конечно, не обошло это знать любимых клуб. То есть вариантов масса, на самом деле, как можно приносить добро. И главное, делать это регулярно, постоянно, интересно и рамотно. Вот у нас, например, вся семья волонтеров, вот это мой муж, моя собака, и вся наша волонтерская команда детей и ребят на реабилитационном лагере «Мероприон». Да, «Верев чудо» начинался как... Ну, просто ходили в больницу, помогали детям, создавали им веселое настроение. Дальше поняли, что как бы дети из больницы выходят, и... вот вы, выходя из больницы, что чувствуете обычно? Облегчение. Облегчение? Это показало. Значит, вы уже повзрослели. Потому что дети очень теряются, они не понимают, как жить дальше. Даже после, скажем, недельной госпитализации в школу вернуться, ну, непросто, но можно. После месяца, там, года, проведенного в онкологии, да, в онкологии мы, в том числе и в разных других отделениях тяжелых, стараемся им приносить разные положительные эмоции, всякие непросто. Честно говоря, я очень боюсь вот этих вот митонцев. Но глаза девочки меня на этой фотографии покупают до бесконечности. Сидит в тебе ребенок, и ребенок забывает хоть на 5 минут, что он в больнице. Вот для меня это, честно, самое большое чудо, которое мы можем сделать. И вот, сейчас я пока вернусь. И после вот таких вот небольших программ в больницах мы начали делать реабилитационные программы, потому что выписываются дети в основном после онкологии и не возвращаются сразу. Они, во-первых, выпустили, там, год учебы, они потеряли друзей, они вообще не понимают, а как бы, а что происходит сейчас со мной. Поэтому мы их, скажем, реабилитируем. То есть слово прекрасное, оно сложное, и я его лично для себя объясняю так. Мы собираемся вместе и вспоминаем, каково это было жить до болезни. Вот как мы играли, веселились, я не знаю, ходили на головах, как у нас было много друзей. И почему вы не вернути их или не найти новых вот в послеболезненный период. Собственно, лагерь Мераклеон существует уже 5 лет. Я как раз начинала как мераклеоновский волонтер. Раз в полгода, мы приезжаем в Калининград, это стабильная команда, то есть у нас есть новые ведущие. Но каждый раз одна и та же группа людей пишет новую программу. Да, дети у нас часто повторяются, но, скажем, реабилитация, она же не проходит вот так. Это как бы сегодня, завтра, через полгода. Поэтому длительный процесс реабилитации, конечно, помогает детям чувствовать себя, ну, скажем, уверенно. И после болезни, в том числе, возвращаясь в обычную жизнь. Но мы поняли, что не только тяжелые заболевания существуют, но есть и детки палеотивные. Кто-то знает, что это такое? Да, отлично. Палеотивные, это те, ну, вот, это нормально не знать, я, честно говоря, сама не так давно узнала. Это те, кого нельзя вылечить, но можно им помочь. Потрясающе вот это выражение, которое на московских плакатах великает. И мы поняли, что в Калининграде они тоже есть, и их немало, их ни один, ни два, ни десять. На данный момент это более 50 детей, о которых никто не знает. Причем не знает ничего. Ну, как бы, они что-то есть, но, как бы, раз о них никто не говорит, значит, все хорошо. Мы вот решили быть теми, кто про них скажет, и не просто скажет, а еще и поможет. И началось все, ну, именно, началась огласка с девочки Ариши, которая у нас долгое время лежала, если не ошибаюсь, в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких ЭВЛ, и не пускали родителей. Ну, то есть, мне кажется, те, кто вот в НКО, типа моей отрасли, понимают, что, ну, пустить родителей в реанимацию, это возрождение какой-то фантастики. И спустя год нашей работы мы подключили наше правительство, она тоже, ну, как бы, руководство области откликнулось и осознало важность, да, всей нашей проблемы. И спустя год Ариша дома с аппаратом ЭВЛ, с прекрасным братом, с чудесными родителями, с друзьями. И мы продолжаем следить, что происходит к ней, приезжают медики нашей хосписно-паллиативной службы, Том Фрукпола. То есть, у нас пока хоспис на дому. Есть команда врачей, психологов, игротерапевтов, которые приезжают наглубо к таким ребятам, и работают с ними пока вот в данном формате. Собственно говоря, за Аришными успехами тоже следим, как и за другими нашими тоже такими сложными детками. И действительно, мы пытаемся в своей области в том числе развеять миф о том, что палеотивная помощь, это не то, что ребенок умирает, и вы просто дайте деньги на то, чтобы он умер. Что чаще всего у нас пока вот такой стереотип есть. Нет, это не так. И мы это доказываем, и на самом деле, мы это делаем очень смело. И вот не так давно мы провели уже два уикенда фрукпола. Если лагерь Мерклеон, это 5-6, а то есть 7-дневный лагерь для 150 почти человек, то здесь уикенд фрукпола, это там не более 50 человек. Это семьи, волонтеры, именно палеотивные сложные детки. Но когда они собираются вместе, это, во-первых, им дает очень важный заряд ощущения, что они не одни в этом мире, вот так же сидят дома, никого не видят, и пытаются как-то жить дальше. В этом лагере произошли действительно какие-то безумно важные открытия, о которых говорить долго вам, наверное, я и не буду, потому что понимаю, что для вас и, наверное, для меня в том числе это не настолько трепетно, что ли, но для каждой семьи произошел какой-то колоссальный прорыв, ощущение того, что, ну, все не зря, что мы действительно можем жить, мы можем наслаждаться вот так, как есть. А почему? Вот то, что есть, нельзя превратить в счастье. И, конечно, построить хоспис мы пытаемся не первый год, и очень много происходит различных процессов. Уже сейчас есть место, есть техника, куча сложностей, но мы пробиваем. Вот, собственно, вся команда второго уикенда футбола. И что вот этот наш логотипчик, наш прекрасный этот друг, как мы его все представляем. И вот чем же мне хочется поделиться? Самое главное, чтобы вы посмотрели на наших детей, это, конечно, не все, но какие достижения они, скажем, достигли, уж простите за каталогию, но вот это важно, вот это меня лично очень как-то бодрит. Вот девочка Николь научилась ходить в бассейн. Казалось бы, да, ну чего проще-то? А вот она, наконец-то, и для родителей это было очень большое счастье, потому что родители таких деток очень боятся всего, что бы ни произошло. Но когда ребенок, окуная его в воду, да, он улыбается и смеется, мы понимаем, что это один из инструментов его личного счастья. Вот это счастье будем раскрывать. Паша у нас купается без боли. Вот Вика, которая тоже три годика, она живет на Балтийском побережье, но ни разу не видела море. Мы взяли и исполнили мечту, вытащили три прекрасных сильных мужчины ее на коляске, выкатили вот на Балтийский берег, и, ну, на самом деле, счастью тоже не было предела. Вот та самая Аришка наша, о которой мы вам говорили, о которой я уже говорила, она вот впервые погладила собаку. И на самом деле, очень многие детки раскрылись именно вот благодаря воде или животным, потому что, ну, нельзя дома держать по разным причинам, а здесь это для них такой контакт с миром, который, ну, не передать словами, это просто надо видеть. Собственно говоря, Анкелина действительно дышит полной грудью, несмотря на то, что у нее очень много различных сложностей, даже не буду сейчас вам про них рассказывать. Ну, а Сева ходит в школу, мальчик на коляске, ходит в самую обычную школу, не в коррекционный класс, а в обычный, и для него это действительно в большой части, как и для его мамы. И вот прекрасный сайт Фруппола делала нам чудесная цеплица, и сайт этот мы вам сейчас покажем. Вы можете, когда будете дома и на досуге, вот просто забить дом Фруппола, и первое выглядит именно вот это вот. Здесь много про нас, много про то, что сейчас происходит, и так далее. И на самом деле мы безумно благодарны цеплице вот за этот шаг, потому что нам нужна была визуализация, мы должны были понимать, как это работает, мы должны были увидеть, точнее, мы должны были показать людям так, как это видим мы. И действительно, благодаря сайту мы начали собирать пожертвования еще на хоспис, который пока вот только-только приобретает какие-то визуальные черты. Мы начали знакомить людей, в принципе, с этой проблематикой, и если еще там 10 лет назад об этом не могло, наверное, быть и речи, потому что люди не понимали, что происходит, и мы их за это не видим, это абсолютно действительно нормальный процесс, то сейчас многие мероприятия и компании и так далее, и просто частные доноры-жертвователи, они знают, что если что-то проводить, то проводить именно на постройке хосписа в Калининграде. Вот, спасибо вам огромное за внимание, и вот если кому-то нужен сайт, вы знаете, куда обращаться, они потрясающие, но даже мы еще не на 100% знаем, как с вами коммуницировать, поэтому ждите нас в следующем году. Вот, спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.